Очень плотный график гонки чемпионов Александр Логинов у Ильи Трифонова и устая мнение предстартовой нашего молодого спортсмена. Да, буквально 10 минут остается до старта. Мы выдерну Александра Логинова с разминки. Ты здесь оказался неожиданно и как реагируешь на эти трибуны сейчас? Во-первых, хотелось бы сказать спасибо организаторам, которые меня заменили. Я постараюсь хотя бы доставить удовольствие своим присутствием. Хотя я знаю, что практически все спортсмены, которые участвовали в этом году на Кубках мира, я думаю, больше заслуживают нахождения здесь. Мне здесь все нравится, атмосфера классная. Ты знаешь, что здесь можно будет самому выбирать себе напарницу по смешанной эстафете. Тебе кто из девчонок больше других нравится? Я не знаю, я думаю, что будет зависеть от того, как я уже пробегу. И кто меня захотит взять или нет. Спасибо, Саша. Дима. И то, что кто-нибудь, а многие захотят Александра Логинова в качестве мощного партнера. Спортсмен уже себя здорово зарекомендовал. Совсем скоро будет мужской масс-старт женский, мы уже увидели. Дальше впереди смешанная эстафета, где спортсмены будут выбирать друг друга. Ну а сейчас вот что сказал по поводу происходящего ответственность за спорт в нашей стране министр Виталий Мутко. У нас бежит Дмитрий Васильев, Владимир Зрачев и Николай Круглов. Женщины у нас уже готовятся к старту. Какие прогнозы выиграет ли Тура Бергер? Здравствуйте. Да я думаю, здесь можно выиграть любой, потому что это старт такой, знаете, когда на коротких... Да, я очень рад, потому что так популярен у нас биатлон и зимний вид спорта. И такая популярность среди болельщиков. Прекрасный праздник, хорошем настроении спортсмены, завершение сезона в биатлоне. Ну, в общем-то, лидеры нашей команды здесь. Здесь атмосфера очень прекрасная. Так что я, конечно, воодушевлен и рад, что, конечно, мы придумали такое событие. Я очень благодарен организаторам за это. Так что всех с праздником. Вы знаете, перед гонкой в интернете читал достаточно такое расхожее сейчас мнение есть. Дескать, гонка стоит очень дорого и слишком дорогое удовольствие. Это для нас, мол, стоит ли ее проводить. Вот на ваш взгляд, насколько оправдываются затраты, какими бы они ни были? Да, конечно, они оправдываются. Во-первых, спорт – это праздник, это зрелище для людей, для болельщиков. Это популяризация вообще здорового образа жизни, спорта, ценностей, которые несут спорт. Поэтому здесь, я бы сказал, каких-то огромных серьезных затрат нет. Тем более в этом году проблем со снегом нет. Поэтому затрат, комплекс стоит, снег есть. По сути дела, каких-то больших затрат здесь нет. В целом, это праздник и это самое главное – завершение сезона. Ну и последнее, не могу не спросить. Можете когда прокомментировать ситуацию, которая сложилась в женской сборной России? Какая-то информация и ваше мнение на этот счет сейчас? Какая там ситуация и какие решения приняты? Ну, ситуация понятная совершенно, что женская команда не совсем успешно выступила на протяжении двух сезонов. Хотя у них и были определенные прогрессы, определенные результаты. Ну, конечно, мы от женской команды ждем большего, безусловно. И, конечно, принято решение усилить эту команду, тренерский штаб. Сегодня с телефоном назначен главным, старшим тренером сборной женской команды. И вот и все. И он будет за все отвечать. А все остальные разговоры, группы, подгруппы, кто будет в тренерском штабе – это уже вторично. Главное у нас новый старший тренер – это самое главное. И второе, что все девчонки полны решимости успешно выступить на своих олимпийских играх. Это самое главное. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо Виталию Мутко. Ключевые слова у нас старший тренер с телефонов у женщин. Он отвечает за результат. Короткая реклама, а дальше мужской мастард. Мы в прямом эфире на «Россия-2». Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать! 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 Лёшка на мужском масс-старте. Шапулин великолепно. Просто потрясающе. Факт здорово. У Стюгов молочи на Мартан. Фуркад два промаха имеет. Логинов, Свенсон, Зуман, Устюгов. Все попали. И Ферри туда же. Итак, два Фуркада. Пока два брата в отстающих. После второй стрельбы Антон Шапулин имеет, ну, может быть, не такое грандиозное, но все-таки семисекундное преимущество. Яхов Пак на второй позиции, который на отсечку прошел Бьерн Ферри. Дальше Евгений Устюгов. Что происходит в Олимпийском, боже мой! Невероятно! Наверное, главное достижение биатлона как спорта. Здесь мы даже не говорим про телевидение, про биатлоны, все, что ему сопутствует. Это аудитория самых разных возрастов, но главное, что очень много молодежи, очень много детей, очень много детей, младших, школьников, даже воспитников детских садов, они здесь с родителями, они смотрят, они впитывают вот этот по-настоящему здоровый образ жизни. Это главное, подрастающее поколение, забота о наших детях, вот что является главным. Ну и помимо популяризации, конечно же. Ну а тем временем Антон Шипулин, отстрелявший без промаха, хочется поблагодарить за блестящую работу Андрея Гербулова. Он ушел по всемейным обстоятельствам из сборной, но об этом давно ходили разговоры, и мы рассчитываем, что справятся с тренировочной работой и Сергей Коновалов и Ланцов. Вот те самые специалисты, которые будут продолжать помогать Николаеву Пухову. И стрельба Якова Пако, он великолепный стрелок.